МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Журналисты своего ТВ продолжают работу, чтобы вы могли узнать обо всех событиях, происходящих в крае. Меня зовут Никита Шишков. И вот о чем пойдет речь далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Резервы есть. Как край переживет товарная эмбарго? И не опустеют ли полки магазинов? Восемь лет вместе в стране отметили годовщину крымской весны. Как изменилась жизнь на полуострове за это время? Наш эксклюзивный репортаж. Лимон, авокадо и специи. Как приготовить вкусный постный завтрак? Смотрите в сюжете Виктории Шкальной. Начнем с информации по коронавирусу. С инфекцией справились еще 67 ставропольцев. Общее число выздоровевших достигло 178 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимиров в соцсетях. За минувшие сутки плюс 185 заболевших. Пять человек скончались. Защититься от вируса по-прежнему помогает вакцинация. Ну а теперь поговорим о развитии региона. На Ставрополе есть все необходимое для бесперебойной работы пищевой промышленности на ближайшие 3-4 месяца вперед. Об этом глава профильного регионального комитета Денис Полюбин доложил губернатору Владимиру Владимирову во время рабочей встречи. У промышленников есть сырье и расходники. И в ближайшие недели предстоит перестроить логистические цепочки, найти новых поставщиков и рынки сбыта. Складские запасы продовольственных и непродовольственных товаров тоже должны обеспечить покупательский спрос края. Запасы достигают порядка 100 дней. Это зубная паста, это бумага туалетная, это щетки. Все, что необходимо для повседневного использования товара первой необходимости. По продовольственной группе товаров запасы достигают 60 дней. Это и макаронные изделия, это крупы, гречка, мука. Нам не допустить роста цен спекулятивного. Рост будет. Мы все понимаем, что нам никуда не деться. При таких незаконных санкциях у нас все равно придется рост от выдержки. Но мы должны удержать его. Обязаны удержать путем постоянного контроля. Сейчас у нас большие проверки ведут опять-таки поставщиков сахара. Также, чтобы сдержать цену, Владимиров поручил помочь пищевикам в организации нестационарной торговли на всей территории края. Так продукты будут напрямую попадать от производителя к покупателю без посредников. По всей стране накануне отметили восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В марте 2014-го жители полуострова сделали свой исторический выбор, к чему привели большие перемены. Томский журналист Михаил Паутов живет в Севастополе уже пятый год. И вот его эксклюзивный репортаж специально для своего ТВ. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Паутов. Я журналист специально для зрителей главного телеканала Ставропольского края «Свое ТВ». Хотел провести обзорную экскурсию, что изменилось в Севастополе и в Крыму за 8 лет возвращения в родную гавань. Стартуем из самого центра города-героя. Здесь, на парковке в центре Севастополя, можно заметить много машин из различных регионов страны. Наглядный показатель, как Севастополю и Крыму удалось преодолеть транспортную блокаду полуострова. Помню, как раньше жители пользовались паромом. И в плохую погоду можно было потерять несколько дней, чтобы перебраться на материк на машине. Крымский мост, помимо автомобильного трафика, открыл и движение пассажирских и грузовых поездов. С 2018 года, с момента открытия нового аэропорта, в Крым прилетели более 20 миллионов пассажиров. С востока на запад весь полуостров связывает новая трасса Таврида. Ну а сейчас мы в районе железнодорожного вокзала. Сюда ходят прямые поезда из Санкт-Петербурга и Москвы. У нас сейчас два поезда. Санкт-Петербург, Севастополь, Москва, Симферополь. Добавится еще 8 поездов. Ну, по сути, вся центральная Россия поедет в Крым поездами. С вводом Крымского моста у людей появилась возможность каждый день ездить на работу в Краснодарский край и наоборот. Особенно это актуально для тех, кто живет в районе города-героя Керчь. А для туристов мост стал новой достопримечательностью не только Крыма, но и нашей страны. Многие были счастливы, когда подарками моста удавалось, так сказать, запилить селфи. Какой мост будем проезжать? Крымский. Какой-какой? Вон он, вон он, я его вижу. Набережная Приморского бульвара. Каждый июль здесь празднуют день ВМФ. Конечно, с приходом в Россию Севастополь вернул себе звание главной базы Черноморского флота. Десятки тысяч туристов приезжают сюда, в город-герои, чтобы посмотреть новое вооружение ВМФ и легендарные корабли. За эти 8 лет в Севастополе и в Крыму хорошо модернизировали туристическую отрасль. Благоустраиваются пляжи, придумывают новые туристические маршруты. А к 2025 году ежегодно ожидают в Крыму около 10 миллионов туристов. Очаровываешь плеском волн, разрезаемых белоснежной яхтой. Учишь управлять морским ветром. Прикасаешься золотом песка на своих пляжах. За эти 8 лет Севастополь стал буквально светлее. Я помню, как еще в 2017 году часто использовал фонарик на мобильном телефоне, потому что на многих улицах просто не было света. А с вводом в строй Балаклавской и Таврической ТЭС полуостров еще обрел и энергобезопасность. Наглядные перемены произошли не только в центре города, но и в спальных районах. Несколько лет назад здесь был разбитый асфальт и никакой инфраструктуры. Теперь спортивные дорожки, площадки и зоны для отдыха. И снова мы на площади Нахимова в самом центре Севастополя. Многие помнят, как здесь, на площади Нахимова, выступал президент России Владимир Путин, который сказал, что когда мы вместе, мы огромная сила, которая способна решать самые сложные задачи. И после этого всех обнял. Большое вам всем спасибо. Я вас крепко-крепко обнимаю. Спасибо. Владимир Владимирович Путин. Президент Российской Федерации. Все временем у православных христиан продолжается Великий Пост. В 40 дней, когда верующие посвящают себе молитвы, ведут скромный образ жизни и, конечно, постятся. Ограниченное меню абсолютно не значит, что еда должна быть пресной и невкусной. Даже в эти строгие дни можно порадовать себя кулинарными открытиями. Виктория Шкальная встретилась с поваром и записала несколько интересных рецептов. Как гласит народная пословица, пост не в брюхе, а в духе. По словам священнослужителей, самоконтроль, очищение от плохих мыслей и дел – вот главная цель Великого Поста. Но все же, если вы решили соблюдать ограничения в еде, не отчаивайтесь. Основное правило – воздержаться от пищи животного происхождения – мяса, яиц и молока. Но даже несмотря на это, можно удивить себя и близких вкусными блюдами. В первую очередь наполняем витаминами, потому что можно овощи, фрукты, всю растительную пищу. Мы убираем из рациона именно продукты животного происхождения. И это напитываем свой организм как раз-таки зеленью, витаминами, которые есть в зелени, в фруктах, в овощах. Ну, ягоды не сезон, но опять-таки в ход могут идти там компоты. Мы будем готовить постный завтрак – тосты с начинкой. Вооружаемся самыми яркими фруктами и овощами, которые только есть на вашей кухне. Ну что, Вика, сегодня с тобой будем готовить вкусные, полезные и очень красивые бутерброды. И главный ингредиент – это авокадо. На самом деле это фрукт, очень загадочный кладезь витаминов. У него есть такие свои особые черты. Авокадо нужно правильно приготовить и правильно выбрать. И вот несколько советов, как правильно выбрать этот фрукт. Во-первых, его нужно пощупать. Хороший зрелый авокадо должен быть мягким. Во-вторых, плодоножка должна быть сухой. Но если вдруг авокадо оказался недоспелым, положите его в пакет вместе со спелыми бананами или яблоками и уберите в темное место. И через пару дней фрукт дозреет. А нам уже нужно извлекать мякоть. И за дело берется главное по тарелочкам. Готово. Нужно до конца. Есть будут все. Так что давай. Но опыт таких кулинарных сюжетов мне подсказывает. Излишки на домашнем производстве должны быть незамедлительно съедены. Я так понимаю, ты подъедаешь реквизит. Приятного аппетита. Разумеется, всей съемочной командой. Юр, будешь? За всей этой суматохой важно не забыть о самом рецепте. Следующий на очереди хлеб. Выбираем постный продукт. Без масла, яиц и молока. Немного подсушим его на сковороде, либо в тостере. А теперь серьезно продолжаем готовку. Доводим авокадо до нужной консистенции. Для этого просто давим его вилкой. Параллельно нарезаем помидоры кубиками. Мой мятый авокадо готов? Отлично. Совсем немного сбрызни его лимоном. Осталось соединить приготовленные с любовью авокадо и помидор в одной миске и перемешать. Теперь подготавливаем тосты. Сковородка должна быть сухой, без масла. Так хлеб просто станет теплым и хрустящим. Главный ингредиент для вкусного авокадо – это ваша любимая специя. Тут нужно быть осторожнее. В некоторых специях уже в составе есть соль, поэтому отдельно мы не подсаливаем. Добавляем специи. И так осталось перемешать, только не ешь, пожалуйста. Потом только намазываем на хлеб. Распределяем начинку на тосты и завершающий штрих. Как мы уже сегодня выяснили, я главная по тарелочкам и по поеданию запасов, но это уже другое. Сейчас нам осталось украсить наш бутерброд веточкой укропа. Спасибо. И, конечно, попробовать. Итак. Ммм, вкусно. Я знаю. Такой полезный, а главное, вкусный завтрак можно приготовить не только в пост, но и в обычные дни. Так, с самого утра вы наполните свой организм силой, витаминами, хорошим и ярким настроением. Сегодня мой реквизит был съеден просто на 50%. Поэтому у нас всего шесть бутербродов. А похозяйничали на кухне Виктория Шкальная и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Идем далее. В Ставрополе на улице Кулакова оборудуют спортивно-игровую зону. Там уложат современное резиновое покрытие, установят оборудование для воркаута, тренажеры и ограждения. Сдать площадку в эксплуатацию планируют в августе. О других новостях края расскажем в нашем обзоре. В Курсавке стартовал капремонт районной поликлиники. Там обновят коммуникации, заменят окна и двери, проведут отделку внутренних помещений. Также закупят мебель и оборудование, в том числе современный мамограф, сообщили в региональном Минздраве. Реконструкцию проведут в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. Работы планируют завершить в начале следующего года. В Татарке в этом году отремонтируют трехкилометровый участок дороги на улице Ленина. Полотно износилось, передвигаться по нему небезопасно. В планах у специалистов обновить асфальтобетонное покрытие и укрепить обочины, сообщили в региональном Миндоре. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Невиномысске отремонтируют вторую школу. В порядок приведут фундамент здания. Также обновят кровлю, фасад, полы и инженерные коммуникации. Закупят оборудование и мебель, сообщили в администрации промышленной столицы регион. Завершить работы планируют в следующем году. Реконструкция пройдет в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования по капитальному ремонту и оснащение зданий образовательных организаций Ставрополья». Сейчас небольшой анонс «Синдром Дауна у детей». В программе «За здоровье» обсудим все тонкости психологии и физического здоровья солнечных детей. Смотрите сразу после прогноза погоды. Ну, а еще больше новостей есть на нашем сайте stv24.tv. Также вы можете писать нам в мессенджеры, ватсап и телеграм по номеру 8 928 350 80 70. Ну и еще мы есть во всех социальных сетях. Просто отсканируйте QR-код, который сейчас видите на экране. Далее прогноз погоды. Меня зовут Никита Шишков. Я с вами прощаюсь. Увидимся. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на понедельник, 21 марта. Благодаря антициклону погода немного улучшилась. Но до теплой весны нам пока далеко. Ветер стих, и это радует. По прогнозам вполне обычные 4 метра в секунду. В целом ожидаем пасмурный день. Местами будет облачно. В Ставрополинином и Невиномыске плюс 2 градуса. В Изобильном плюс 4. В Минводах ноль. Снежные хлопья ушли из курортных городов. Плюсы пока не наблюдаем. Пасмурно. Небо будет затянуто. В дневные часы от 0 до минус 2 градусов. Вечерняя погода в Ессентуках держится на том же уровне. Там минус 5 градусов. Одеваемся теплее. Из хороших новостей ветер умеренный. На северо-востоке Ставрополья с погодой дела обстоят лучше. Хотя в целом день будет пасмурным. В Дивном облачно с прояснениями ветер стих. Теплее всего будет в Нефтекумске. Там плюс 6 градусов. На этом у меня все. Увидимся на своем. Редактор субтитров А.Семкин